Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева и сейчас я отвечу на ваш вопрос. Алина интересуется, какой у меня рост? Мой рост 1,65 м. Ника Айс спрашивает, где я беру материалы на свои мастер-классы? Покупаю где-то у себя в городе, заказываю на Алиэкспресс, либо на других специализированных сайтах. Динка Ми спрашивает, какой у меня любимый напиток? Лимонад? Этот диайвай будет простым, ярким и практичным. Организуем рабочий стол, используя бумагу и клей. Сделаем два органайзера быстро и просто, прямо сейчас. Сначала сделаем такой большой органайзер для канцелярии, например, для фломастеров, карандашей, линейки, ножниц и так далее. Свой органайзер я сделаю из цветных листов бумаги для принтера. Продается она в любом канцелярском магазине поштучно, стоит дешево. Этот органайзер состоит из шести секций. Сейчас я покажу, как сделать одну секцию. Лист бумаги формата А4 сгибаю вот так, чтобы отметить линию, по которой отрезаем лишнюю часть, превращая лист бумаги в квадрат. Полученный квадратный лист бумаги складываю пополам вот так, разворачиваю. Потом делаем еще два сгиба, так как показано в видео. Далее повторяем все эти линии сгиба поперек листа. Отлично, идем далее. Загибаем уголочки листа бумаги вовнутрь. Подгибаем заготовку справа вот так и слева. Переворачиваем заготовку. И сгибаем ее вот так. Помещаем сюда кусочек цветной бумаги. Обрезаем при необходимости лишнее. И вставляем одну половинку заготовки в другую, формируя стаканчик треугольной формы. Все, одна секция органайзера готова. Если приклеить ей дно, то она будет вполне функциональным оригинальным стаканчиком для карандашей и ножниц. Ну а я собираю с шести заготовок органайзер. Просто склеиваю эти секции клеем ПВА по кругу. После чего обвожу на картоне заготовку органайзера. Вырезаю ее ножницами. И приклеиваю полученный шестиугольник к органайзеру универсальным клеем. Клей ПВА тоже сгодится. Все, настольный органайзер готов. Ярко, красиво, необычно и функционально. Второй органайзер будет меньшего размера. И хорошо подойдет для хранения мелкой канцелярии типа корректоров, стерок, скрепок, кнопок и так далее. Сейчас я покажу вам как сделать одну секцию этого мини органайзера. Используем кусочек бумаги размером 12 на 12 сантиметров. Складываем лист бумаги пополам, проглаживаем линию сгиба и разворачиваем. Затем складываем пополам поперек, проглаживаем линию сгиба и разворачиваем. Сгибаем уголочки бумаги к центру и проглаживаем линии сгиба. Линейкой отмечаем от левого края 2 сантиметра 8 миллиметров. Разворачиваем. Теперь нужно сделать сгибы ориентируясь по этой отметке, так как я показываю в видео. Тянем за треугольнички и разворачиваем заготовку. Ровно сгибаем вовнутрь эту часть по линии сверху и точно так же снизу. Поднимаем эти края вверх. Разворачиваем. Сгибаем заготовку по линиям вот так, формируя коробочку. Если все сделано верно, то заготовка без труда сложится в маленькую коробочку, как у меня. Я сделала 6 коробочек разных оттенков. Вовнутрь на дно я кладу квадратный кусочек бумаги со сторонами 2 сантиметра 8 миллиметров. Со внешней стороны я решила приклеить сердечко. Эти небольшие коробочки я склеиваю в органайзеры по 3 штуки. Ну вот и все, мини-органайзеры для мелкой канцелярии тоже готовы. Напишите мне в комментариях, делать ли еще подобные диайвайки из бумаги и клея. Надеюсь, этот мастер-класс вам пригодится. Итак, сегодня я хочу передать свои приветы Маше, Веронике, Виолетте, Варьям, Диане, Лизе, Аделе, Ксюше, Юле, Лоре и Сабине. Если ты тоже хочешь услышать привет от меня в следующем выпуске, напиши в комментариях под этим видео слово «Привет» и свое имя. И, возможно, именно тебе я передам привет в следующий раз. Благодарю за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok